Это послание несложное, и в нем есть нечто большое, но и так же простое, и дано нам это сделать. И послание к Колоссянам. По правде говоря, не все согласны с тем, что послание к Колоссянам написал Павел. И некоторые говорят, что, возможно, Тимофей написал, а Павел подписался. Но это не так важно. Потому что тот, кто внес свой вклад в написание Нового Завета, и очень это важно понять, они не были из эллинистического греческого мира. Они были из еврейского мира, и они знали всю культуру изучения Святых Писаний. И это была культура двух с половиной тысяч лет, или даже больше. И они использовали толкование и объяснение таким же образом, как они получили от своих праотцов. И возможно, если кто-то смотрит христианские проповеди по телевизору или в других источниках, то вы слышите такую фразу, я получил откровение. И вот я вам сейчас разъясню великие вещи. Но в еврейском мире не используют такое выражение. Больше говорят, я получил это, мне истолковал это мой учитель. А он получил это от своего учителя. Например, то же самое, что говорит Павел, он использует такие выражения. Он говорит, что я сидел, я научен в учении Гамлиила. И что мы учим в Новом Завете? И если мы это послание учим в отдельности от Священного Писания Торы, то это Писание становится бедным и лишается большого смысла. И то, что мы изучали в двух предыдущих уроках послания к Колоссянам. Вы помните, в первой главе написано надежда, которая сохраняется на небесах. Мама, можно с дочкой здесь сидеть? Все нормально. Все нормально. Надежда, которая сохраняется на небесах для нас. Люди думают, что это надежда, что в один день мы будем на небесах. Но не об этом здесь говорится. Написано, что в один день Царство Небесное спустится на землю. Так же, как Иешуа учил своих учеников в молитве. Да будет воля Твоя на земле, как она сейчас на небе. И когда я учил и объяснял, что когда мы живем по Божьим стандартам здесь на земле, поэтому мы устраиваем эти принципы, на этих принципах будет устроен грядущий мир. Также мы изучали следующую тему. Помните, что написано, вся полнота Божья исполнилась в Машехе. И можно на это посмотреть с двух сторон. Можно посмотреть на природу Машеха. Можно посмотреть так же по-другому. Можно посмотреть, что Машех исполнил все, что Господь требовал от него здесь на земле. Он пришел, он исполнил все, что Бог от него требовал, и это можно было увидеть. Вся полнота Божья была в нем. И что это требует от нас? Он наш учитель. И нам нужно смотреть на него и следовать его примеру. Нам нужно изучать, что Бог ждет и требует от всего человечества. И также нам нужно молиться, искать Божьи воли для своей собственной жизни. И я хочу, чтобы полнота Божья была внутри меня. И я говорю, вау, хабиби, я не знаю ли я от тебя. Я не чувствую, что Иллюхим просто внутри тебя. Чтобы человек, который не знает меня, пришел и говорит, мне нравится быть с тобой. Я чувствую, что Господь находится с тобой. Как минимум, мы видим, как мы говорим, как мы говорили с Ицхаком и Иаком. Покрайней мере, вы помните, что так говорили про Ицхаком и Иаком. Говорили, ты подобен князю Божьему среди нас. Это то же самое, что говорится в послании колоссианам про Ишуа, что в нем исполнилась вся полнота Божья. И мы также в предыдущих уроках учили не слушать всякого философского учения. Особенно сегодня мы живем в мире информации. Ты открываешь интернет, заходишь в фейсбук и 20 разных различных посланий и различных тем ты можешь узнать. Если мы все это будем есть, то мы будем, у нас в голове будет балаган. Есть люди, которые хотят быть очень духовными. Они включают интернет и телевидение. И проповедника за проповедником слушают. Учение за учением. Мы можем на самом деле получить только что-то маленькое. Намного более благословенно получить нечто маленькое и исполнить его, чем слышать очень много. но в конце концов ничего из этого не получается. Есть сегодня столько много привлекательных учителей, как продвигаться. Один говорит, нужно посмотреть этого учителя. Смотри, он учит, как преуспевать в жизни. Я вижу, как Ешуа продвинулся в этой жизни. Он закончил свою жизнь на кресте. И также апостолы. Нет, это не говорится о том, что все у нас темно должно быть в глазах. У каждого есть свое собственное призвание. Но когда эта проповедь о преуспевании доводится до безумства, это просто глупости. Мы сегодня слышали, что говорил Игорь. Чтобы у нас был нрав не серебролюбивый. Чтобы не было... чтобы действительно пусть деньги любят нас, а не мы будем любить деньги. Чтобы мы не зависели от них, чтобы мы могли ровно стоять в любом положении. Возможно, нам действительно стоит изучить и правильные принципы принять для себя, как устроить семейный бюджет. Если здесь люди, которые желают знать, как устроить семейный бюджет, скажите мне, мы действительно можем устроить для вас пару семинаров, это очень хорошо и полезно. Сегодня мы продолжим и мы завершим изучать послание колоссянам. И у меня есть несколько уродков, которые я хочу дать вам. Давайте мы откроем все вторую главу. И мы прочитаем 11, 12, 13 стихи. Потом мы перейдем к третьей главе. И девять первых стихов говорят о том же самом, просто расширяют эту тему. Они говорят о водном погружении. Здесь я хочу объявить кое-что. Если у нас есть люди, которые не прошли водное погружение, подойдите или ко мне, или к Диме, или к Ицхаку, или к Саше. И скажите, мы в конце августа пойдем и устроим водное погружение. Иешуа говорит, тот, кто верит в меня и будет погружен в воду, получит спасение. Мы сейчас изучим, о чем говорится. Давайте прочитаем сначала. Вторая глава, 11, 12, 13 стихи. В нем и вы обрезаны обрезанием нерукотворным совлечением греховного тела плоти, обрезанием Машеха. Вау, какие слова, вообще ничего не понять. Быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с вас, с ним простив нам все грехи. Здесь говорится о водном погружении, о соединении с Машехом, о прощении грехов и мы продолжаем. С первого стиха третьей главы. Итак, если вы воскресли с Машехом, ищите горнего, где Машех сидит о детстве Бога, о горнем, помышляйте не о земном. Вы умерли, жизнь ваша сокрыта с Машехом в Боге. Когда же явится Машех, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с ним во славе. Итак, пасух хамеш, хашув мёд. Очень пятый важный стих. Умертвите земные члены ваши, блудни, чистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое сделал служение, за которым гнев Божий идет на сынов противления, в которых и вы некогда общались, когда жили между ними, а теперь вы отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие. Есть люди, которые любят сквернословить, ругаться. Поднимите, пожалуйста, те, которые любят матом ругаться. Неделю назад мы слышали от Миши об осквернении мертвым. Кто помнит? Есть несколько видов осквернения и водное погружение связано с осквернением. Я попытаюсь вам объяснить. В Торе есть как минимум три вида осквернения. Естественное осквернение, когда есть или кровь выходит из тела или семя. Помните, об этом? Это физиологическая вещь. И отсюда невозможно убежать. Но святые писания говорят, что это осквернение. И когда у женщины есть менструация и называется неда, нечистота, или когда у мужчины есть излияние семени, то Святые Писания говорит, что такой человек нечистый, он осквернен. И как нужно очиститься от этого осквернения? Очень просто. Когда это заканчивается, то идут в миквы, идут нужно очиститься водой. В миквы, в душе, в море. Почему раньше была миква и не душ? Потому что было трудно в пустыне построить водопровод, подключить джакузи и наслаждаться. Поэтому они делали миквы, окружались водой. И потом выходили чистыми. И Петр говорит в Новом Завете, что наше водное погружение это не совсем то же самое. Это не только очищение тела. Но мы также нуждаемся в очищении тела. Не хотите чтобы вас неприятно пахло. Нужно пойти помыться. Помазаться дезодорантом. И потом ты готов к выходу в общество. Есть второй вид сквернения. Который был немного более сложный. и он был связан с проказой. Помните, мы очень много изучали этот момент. И уже недостаточно было просто принять душ или погрузиться в воду. Должен был человек покаяться, раскаяться в том, что сквернил себя сквернословием. Помните, что делали? Человека отделяли на 2, на 3, на 4 недели. И он думал про себя, зачем мне нужно было говорить про него зло? Почему я такой осел плохо говорил про своего пастора? Почему? лидер общины говорит, почему я так глупо поступил и плохо говорил про нее? И мы знаем, что из-за проказа было много плохого в теле. Человек был нечист и он не мог приблизиться к служению Богу. Вы помните, что это сквернение более сложное. И Шауль говорит в послании к Коринфянам, я думаю, что он намекает на это. Когда мы принимаем вечерю Господню, но у нас есть осквернены наши уста, тогда нам нужно сначала примириться с этим человеком, а потом принять вечерю Господню. Но есть еще один вид осквернения, и об этом Миша говорил неделю назад. Осквернение смертью. Что это значит? Если мы понимаем это по букве закона, ты покойник, ты осквернен. Ты зашел в квартиру, где лежал покойник, то ты осквернен. Или ты зашел на кладбище, ты стал оскверненным. Но если мы попытаемся покопаться глубже, тогда сквернение смертью это тема общая для всего мира. И когда человек выбрал грех, он выбрал смерть. Помните что сказал Бог Адаму? Если ты совершишь грех, смертью умрешь. то, что я хочу сказать, я не верю в христианское выражение, которое говорит, что ребенок уже раздается грешником. В это я не верю. Не вижу это в святых писаниях. Каждый ребенок рождается святым и чистым. Но к сожалению, наш мир настолько испорчен и он влияет на ребенка и в конце концов каждый ребенок идет по дороге нашего праотца Адама. И написано в Исаии что каждый обратился на свой путь. но у нас есть помощь с небес. Мashiach который не собратился на путь. Единственный из всех людей не собратившийся на свой путь. И он шел только по тому пути по которому Господь его И Господь принял его как жертву. И мы все которые полны смертной нечистоты. Из-за того что мы выбрали грех и следовательно выбрали смерть. Если мы встречаемся с ним с Мashiach И Сыном Бога тогда мы получаем очищение от нечистоты смерти. И неделю назад мы изучали про рыжую телицу. Этот пепел рыжей телицы очищал человека от нечистоты смерти. Но если мы изучаем про жертву И Шуа оно нам напоминает историю рыжей телицы. Там нужно было прикоснуться к пеплу рыжей телицы для того чтобы получить очищение. Но в Новом Завете написано когда мы погружаемся к воде. Когда мы погружаемся к воде во имя Ишуа это то же самое как мы очищаемся от нечистоты смерти вселенской. Поэтому каждый раз Шауль в своих писаниях пишет следующее мы были мертвы в наших грехах или согрешили до смерти а Господь возложил наши грехи на Него и в нем мы получили вечную жизнь. Вы поняли мою логику что я имею ввиду? И вот у нас слова самого Ишуа тот кто будет веровать в меня и погружаться в воду спасется. Это тот же самый принцип. Почему мы говорим люди которые приняли веру идите и погрузитесь в воду во имя Ишуа? Мы можем принести очень много объяснений потому что в основном тело человека состоит из воды и что вода переносит информацию очень много можно разных объяснений дать но это не важно есть очень обычная определенная заповедь когда мы ходим к воде и говорим я погружаюсь во имя Ишуа мы умертвляем наше грешное тело и когда мы встаем после погружения мы встаем для жизни в Мессии написано об этом в колоссянах и в римлянах то же самое И что происходит с нашим желанием грешить это не значит что мы вдруг становимся подобным ангелам но мы присоединили Бога к этим духовным процессам которые происходят в нашем духовном человеке и и то что я хочу здесь использовать выражение которое говорил Иоанн Креститиль мне нужно уменьшаться а ему возрастать во мне это то что происходит внутри нас другими словами поэтому поэтому я хочу вам сказать ребятам если кто-то из вас все еще не прошел водное погружение и понял про что я говорю очень важно чтобы вы пришли и мы сказали нам и мы вас погрузим в воду второй урок мы читаем Колоссянам третью главу 10 11 12 стихи вы слышали такое выражение новый человек у кулами дабры one new man one new man one and new один и новый новый один человек когда что no born again one new man есть битвуим шел 20 шен али вне есть маше модер new one one new один новый человек и знаете какое значение люди что этот уже он даже не еврей в своей кипе и цицитом это уже не человек который голым прыгал вокруг дерева вуду это просто другой новый человек такой хороший христианин это глупости не об этом говорится вообще давайте прочитаем о чем говорится и облегшись в нового который обновляется в познании по образу создавшего его где нет ни елена ни иудея ни обрезания ни обрезания варова скифа рова свободного но все в ешуа и так облекитесь как избранные божие святые и возлюбленные в милосердие благость мирно мудрия кротость долготерпение альма мидубар о чем здесь говорится альма мидубар о чем говорится мидубар эфо брит мила и бифни мой бахуц где обрезания внутри или снаружи естественно снаружи а здесь говорится о чем-то внутренне о образе нашей мысли и здесь воля Божья и для евреи и для нееврея такова чтобы ты был святой и праведем не чтобы ты изменился в своей культуре поэтому еврею еврею не нужно снимать кипу но ему нужно через Мессию внутри зажечь эту чистку и зажечь эту связь с праведностью и с жизнью со святым духом отделить себя от сквернения и такое же требование к Гою ни от какой евреи не требуется прекратить преломлять хлеб на шаббат он должен продолжать это делать если тот же который прыгал вокруг дерева хочет продолжать продолжать прыгать пусть пусть продолжает прыгать только уже одетым и как аэробика не как поклонение все просто последний урок не быть супердуховными вы знаете что такое супердуховный кто видел супердуховных людей они ходят и говорят не надо ко мне прикасаться я уже почти на небесах написано здесь я читаю послание колоссянам 3 главу 17-18 стих и продолжаю читать река эф спереди 5-18 они взяли не они А, окей, синаидальный. Туда. Или колосим, шалош. Колоссянам, третья глава. Они кореми пасук швайсеры. Ваненихнасли перекарбаки шамба офен логисти Леонегмара. Откуда у тебя мой телефон, Костя? Они мамших. Итак, все, что вы делаете словом или делом, все делаете во имя Господа Иешуа, благодаря через Него Бога. Все, что мы делаем, мы делаем во имя Небес. Это во-первых. Есть люди, которые говорят, я во имя Небес читаю Танах. Или ты идешь по улице и достаешь 10 шекелей. и даешь человеку бедному и говоришь, во имя Господа даю тебе. Это как тип, который ты оставляешь официанту. Идешь на работу. и ты крадешь у босса, у своего. И как ты крадешь у своего босса, ты заходишь в туалет или на кухню и изучаешь святые писания. Целый такой хороший урок. Сидишь и 40 минут читаешь Библию. А за эти 40 минут ты получаешь свою оплату в час. Я извиняюсь, но я это такое знаю. Возможно, у вас хороший босс и камеру поставил и в туалете тоже. Это хорошо. Я смеюсь. Но здесь говорится о нашей совести. Хочешь ты изучать Слово Божье? У тебя есть время до или после работы. Но на работе ты будь ответственным за свою работу. И наша жизнь не должна быть супердуховной. Но всегда есть требование быть настоящим человеком. Где здесь? Шауль говорит с 18-го числа. Жены, повинуйтесь мужьям. Мужья, любите своих жен. Дети, будьте послушны родителям. Отцы, не раздражайте детей. Рабы, во всем повинуйтесь господам. Четвертая глава. Господа, оказывайте должное расположение рабам. О чем здесь говорится? Что в семье есть одинаковые отношения между людьми. Мы уже не говорим про рабов, потому что рамство не существует. Но мы говорим про работу. Начальник не должен унижать рабочего, и работник должен уважать своего начальника. И здесь вы можете сказать да, легко сказать. Потому что дома не так легко. Потому что она совершенно отличается от меня. Или он совершенно отличается от меня. образ мышления совершенно другой. Дети вообще с какого-то другого мира. Они все время в телефонах находятся. Здесь нам нужно не приносить нашу супер-духовность, а попросить помощи, если мы нуждаемся в помощи, и с небес и у людей знакомых, и показать хороший пример. Если есть кто-то, кто никто не ошибается, если ваш лидер общины не ошибается никогда, Дима никогда не ошибается, спросите наших жены, наших детей, и вы услышите ответ, что мы всегда ошибаемся, как и все остальные. Но здесь написано про направление, про желание и про усилие. И чему мы научились в послании колоссянам? Про великие вещи, космического масштаба, но также и про простые вещи. Водное погружение, отношения между людьми на работе, потому что еврейский мир, он не двуличный мир, не отделяет духовные вещи от физических вещей. все это один мир. И духовный человек, он также и практический человек. И кто бежит, стремится к желанию Бога, он также преуспевает во всех земных делах. И если есть у тебя трудности, то пройди их с честью. Об этом говорят послания колоссянам. Я хочу, думаю, что к нам это проговорило. Я хочу завершить молитвой. Отец наш небесный, я молюсь, чтобы ты помог нам укрепиться в Слове Божьем. Я молюсь, чтобы вещи, которые кажутся сложными, были простыми для нас. Помоги нам и исполни твою волю здесь на земле. И практическим образом быть свидетелями Ишуа Машеха. Амин. Ишуа Машеха.